Продолжаем выпуск. Ремонт улицы Яблочкова в Астрахани затягивается. Напомню, ранее работы на объекте планировалось завершить до конца октября. Однако, как сообщили в администрации города, подрядчик нарушает обещанные сроки ремонта. Этой теме было посвящено внеплановое совещание, которое провел исполняющий обязанности главы городадминистрации Виктор Корженко. Улица Яблочкова – один из ключевых объектов федерального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году. Согласно документации, здесь должна появиться широкая проезжая часть с трехполосным движением в обе стороны. Зеленая разделительная полоса. Достаточно места для парковки автомобилей и удобные разъезды на перекрестках. Но пока состояние улицы далеко от представленного проекта. Подрядчик нарушает обещанные сроки. Я все выходные провел на улице Яблочковой. Я не видел ни одной единицы техники, ни одного человека. Качество производства работ и отношение производителя работ к качеству выполнения работ отвратительное. По словам представителя подрядной организации, виной всему перебои с поставкой необходимых материалов. Впрочем, исполняющего обязанности главы администрации города такой ответ не устроил. Времени было предостаточно для решения всех острых вопросов. Если эти вопросы не озвучивались, значит они не острые. Отмечается, что срыв сроков сдачи объекта может закончиться для подрядчика тем, что денег даже за проведенные работы он не получит. Да и риск оказаться в федеральном реестре недобросовестных поставщиков услуг тоже есть. Дорожникам поставлены жесткие условия. Незамедлительно составить график выполнения работ. Выйти на объект всеми возможными силами и максимально ускорить темп строительства. Даже если для этого потребуется перейти на трехсменный режим. Сейчас приняты все меры. Будем ускоряться. То есть материал весь имеется в наличии. Работа будет выполняться в круглосуточном режиме. Ожидается, что весь объем необходимого материала должен поступить в Астрахань к концу недели. Тогда же работы по укладке дорожного полотна на Яблочково возобновят в круглосуточном режиме. И уже в ближайшие дни должны начать демонтаж рельсов со стороны улицы Победы, приступить к ремонту подхода к путепроводу, а также запустить в режиме регулирования светофор на перекрестке Яблочково и Зеленый.